Привет! Сегодняшний выпуск будет, пожалуй, одним из самых ценных выпусков, которые ты смотрел на моем канале. Сегодня мы поговорим с тобой про то, как строить торговые уровни и как их использовать. Ты узнаешь, что такое рыночный хаос и где те точки ликвидности, на которых нужно искать точку входа. Ты узнаешь, как сопровождать позиции, узнаешь, где ставить грамотные take profit и stop loss и все это с привязкой к торговым уровням. Поверь, ни одна торговая стратегия не будет работать, если она не учитывает торговые уровни. Не будь жадиной, сразу ставь лайк этому выпуску, пиши любой комментарий, мне будет приятно. Давайте начнем с того, что же такое уровень. Уровень, как я уже говорил много раз, является отображением фундаментальных принципов спроса и предложения. По сути дела, уровень может быть только двумя вариантами. Это наличие отложенного интереса и, соответственно, защита актива. Что такое отложенный интерес? Отложенный интерес это тогда, когда толпа по определенной цене думает, что здесь выгодно купить либо продать. Защита актива это, собственно, уровни маркетмейкера, по которым он ранее, то есть цены, по которым он размещал свой актив. Соответственно, опускание цены ниже этого актива или выше, в зависимости от того, какая это была сделка, будет означать для него убытки. Вот именно на эти два принципа, эти два свойства и делятся торговые уровни. Уровни маркетмейкера, уровни крупных участников вы можете найти в системе BigSculper и, соответственно, в системе BigTrader. Они могут быть найдены вами только там. Это наш закрытый алгоритм и доступны эти уровни только в наших системах. Где-то в интернете, в бесплатных вариантах вы их не найдете, потому что все, что там есть, это банальные уровни толпы. Об этом мы сегодня, в общем-то, и поговорим. По факту, уровни толпы это банальный интерес с точки зрения огромного количества рыночных участников в формате покупок или продаж. Но представим, вот эта вот желтая линия, это точка начала большого движения. Разумеется, что если цена опустится к ней, то мы с вами получим огромный интерес со стороны толпы в формате того, что здесь мы будем покупать. Потому что недавно цена была высоко, очень дорого, сейчас она низкая, от этой точки в прошлом она росла. То есть толпа, она максимально предсказуема, она видит, что с какой-то точки начался рост, соответственно, с этой точки он тоже начнется. Если мы не смотрим на точки, на какие-то уровни, то мы смотрим на какие-нибудь стахастики, соответственно, любой стахастик здесь будет орать перепроданность. Важно понимать, что это области ликвидности, то есть крупному участнику здесь выгодно будет предпринять определенные действия для того, чтобы толпа здесь свою ликвидность, свои активы ему передала. К примеру, если они здесь покупают, он может, соответственно, им продать, таким образом разместить свой актив. И уже от уровня выше он будет, соответственно, дополнительно, потому что здесь будет желание купить еще больше, цена растет, спрос еще выше, люди увидели, толпа увидела движение опять от этой точки. Соответственно, все стратегии, все вариации складываются к тому, что толпа начинает покупать. Соответственно, он имеет возможность разместить часть активов по этому уровню, дальше следующий уровень, соответственно, он может здесь разместить и таким макаром он набирает свою позицию. Представим, что вот по этой желтой линии он позицию набрал. Это и будет для нас уровнем крупного участника, потому что рост цены выше будет вредить его продажам. Соответственно, этот уровень будет защищаться, поэтому уровень крупного участника, он защищается. Уровень толпы это уровень набора ликвидности, то есть там оттуда однозначно будет идти импульс, но какое-то лютое движение, там большое трендовое, оно маловероятно. Поэтому, друзья мои, простейшие уровни, которые мы можем построить там, где их строит толпа, они максимально эффективны. Единственное, что использовать их лучше в формате скальпинга и в формате общего анализа рынка, для того, чтобы понимать, в каком направлении действует крупный участник. Уровни маркетмейкера, повторюсь, можно найти в системе BigSculper и BigTrader. Ну а мы с вами поговорим о простейших уровнях, которые вы можете построить по методологии толпы. И, соответственно, также читайте обзор под описанием этого видеоролика. Там подробно абсолютно все уровни, которые вы можете построить и, соответственно, использовать их в своей работе. Вот вам несколько вариантов того, как толпа строит уровни. Первый вид уровня, это, соответственно, импульсная точка, от которой пошло какое-то движение. То есть начало движения, локального, не обязательно очень глобального, да локального код движения на 50-80 пунктов. Это однозначно тот уровень, по которому толпа будет принимать решение. Соответственно, здесь однозначно будут покупки толпы. Следующий уровень, это непосредственно двойная вершина, двойное дно. Обязательно искать там одинаковую цену не нужно. Примерно горизонтальная история. На высоких таймфреймах, соответственно, вам 100% выдаст те уровни, по которым, опять же, толпа будет принимать свои решения. Понятная история, что если это двойная вершина, то здесь, соответственно, заявки на продажу. Если это двойное дно, соответственно, это заявки на покупку. Сразу хочу объяснить вам, что толпа, конечно же, не имеет какого-то большого, огромного объема, но в любом случае, периодически происходят моменты, когда оттуда идет очень резкий выстрел цен, потому что очень высокий спрос. Помните, что цена всегда растет на основе высокого спроса, падает на основе высокого предложения. Очень огромное влияние здесь имеют объемы. И толпа в своей массе, в общем-то, может эти объемы собрать, потому что те уровни, которые может построить любой Вася, они, соответственно, применимы максимальным количеством участников рынка. Это огромные объемы на самом деле. Следующий очень немаловажный вариант, это, конечно же, нахождение цены в канале консолидации. Именно в таком канале, который может, опять же, найти любой Петя и Вася. Понятная история, что от верха этой границы люди будут стараться продавать, а от низа этой границы будут покупать. Соответственно, таким образом, маркетмейкер чаще всего размещает свои активы за счет противоборствующей толпы. То есть, если ему нужно купить, соответственно, он покупает у всех, кто в этой точке продает. В дальнейшем уже идет выход, вынос стопов, так называемых, кто верит в эту психологию, мифологию. Для финальной закупки, соответственно, должен быть какой-то выход вниз. Соответственно, люди еще больше здесь начинают понимать, что эта конструкция сломанная. Сам этот квадратик, наш прямоугольник. Соответственно, якобы тут начался какой-то тренд. И люди начинают еще больше заходить в продажу. Как я говорил, вот здесь, в верхней части, на их продаже, он здесь, соответственно, все это дело покупал. То есть, кому они здесь продавали. Был покупатель, который здесь размещал свои активы. В дальнейшем, чтобы финально закупить по более выгодной цене, при прохождении цены на основе большого количества продаж от толпы, цена выходит за эти границы. И здесь, соответственно, появляется максимальная точка продавцов. Выкупая здесь активы, он идет дальше. И вот здесь ребята, которые стояли, выставляли здесь свои стоп-приказы, они переворачивают свои позиции в покупку. Ну, грубо говоря, когда у нас продажа закрывается по стоп-лоссу, это становится покупкой. То есть, по факту, это отложенный спрос. И это придает тренд, это придает движение вверх, потому что спрос в этой точке максимально вырос. Очень часто вы здесь будете видеть очень огромные свечи на выходе. И если используете объемы, соответственно, очень высокий-высокий-высокий объем. Горизонтальные будут просто зашкаливать здесь. Следующая простейшая варианция, это, разумеется, максимум, минимум, точка закрытия и точка открытия предыдущего дня. Я надеюсь, понятно, на следующий день эти уровни будут максимально круто работать, потому что это те цены, по которым покупатели и продавцы соглашались на определенные условия. Грубо говоря, в этой верхней точке большинство покупателей не хотели покупать. Считали, что это очень дорого, а продавцы очень выгодно здесь продавали. Точка минимума, соответственно, это все наоборот. Точка открытия рынка, это та цена, на которую согласились покупатели и продавцы. Грубо говоря, средняя цена за вчерашний день. И точка закрытия, которую они за сегодняшний день, на какой они закончили свои торги. То есть, кто в итоге, по итогу дня стал сильнее, быки или медведи. Вот эта цена, она, так скажем, является равновесной В общем-то, это такие основные уровни, которые может построить даже школьник Начинать нужно однозначно с них Повторюсь, что в обзоре к этому выпуску огромное количество уровней Их более десятка, поэтому если кому-то нужно более профессионально в эту сферу углубиться Обязательно переходим и читаем подробно обзор по торговым уровням Я же быстренько скажу в завершении этого выпуска о том, для чего нам нужны уровни И почему без них не создать качественную торговую систему Первое, это, конечно же, то, что без уровня вы просто не определите тенденцию Уровень, грубо говоря, крупного участника, вот и маркетмейкера, где закуплены активы Я надеюсь, что с опытом и с огромным количеством роликов, которые я здесь выкладываю Я думаю, что более-менее вы примерно представляете, как это делается Соответственно, выкуп уровня, который находится выше, означает для нас что? Что быки проломили сопротивление медведя Это однозначно меняет тенденцию Если у нас уровень находится ниже и, соответственно, медведи давят эту историю Поглощают любые покупки, готовы продавать дальше и дальше У нас нет высокого спроса, чтобы это остановить Разумеется, что пролом уровня, пробой, его закрепление ниже этого уровня Однозначно для нас будет означать то, что тенденция сменилась на медвежью Следующий момент, это, конечно же, точки входа Ни в коем случае нельзя открывать позицию, если эта позиция не основана на защите уровня Защита может быть и уровня толпы Еще раз повторюсь, аналогично все это может использовать Уровни крупного участка будут посильнее и движение от них может быть намного более трендовым Но по факту мы можем использовать любые уровни, где есть объем Это может быть ликвидность, то есть в какой-то момент, что люди именно в этот момент начинают принимать торговые решения Это может быть, соответственно, уровень маркетмейкера, имеющийся уже актив размещенный, который будет защищаться Большой разницы нет, но для нас главное то, что мы понимаем, где будут покупки, где будут продажи Это основная ценность уровня Именно это нам и позволяет входить в качественные точки входа Все, что находится между уровнем, это хаос Если вы входите не от уровня, вы заранее проиграли Ну и, соответственно, конечно же, без уровней невозможно установить грамотный стоп-лосс, грамотный тейк-профит Невозможно сопровождать позицию, использовать стратегию усреднения или пирамидинга Все те, кто использовали все эти долгие годы стратегии, роботы на основании усреднения, на основании пирамидинга, трава позиции Эти роботы всегда сливали ровно по одной простой причине Когда я разбирался в алгоритмах этих систем, я понимал, что они вообще не используют уровни Вы должны понимать, что уровни, вот сегодня мы с вами разбирали основные вариации того, как их строить Вы понимаете, что да, там сидит огромное количество объема отложенного или действующего, который непосредственно влияет на рынок Я думаю, логически каждому понятно, что там будет движение Логически понятно, что именно там нужно искать точки входа Когда вы входите в позицию, где нет интереса толпы маркетмейкера, то о каком от ожидания вообще может идти речь Вы просто гадаете на кофейной гуще, поэтому запомните Основной посыл этого ролика, наверное, в том, что ни в коем случае нельзя создавать стратегию без уровней Учитесь строить уровни, все остальное приложится Это все, что я хотел рассказать в рамках данного выпуска Не забывай подписываться на мой канал и жать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео Субтитры сделал DimaTorzok